Местные жители гостеприимно встретили лебедей, красивых птиц они стали кормить. Затем они начали гибнуть. Сначала один, затем другой. За две недели стая заметно уменьшилась. Многие лобинцы встревожены причиной падежа, предполагая, что это птичий грипп. Сложившуюся ситуацию под свой контроль взяли специалисты ветуправления. И сегодня на территории края три очага птичьего гриппа. Это Крымский район, это Абширонский район, как вы, наверное, видели все. Темрюк. Тоже карантинные мероприятия проводятся. Обнаружение одного лебедя с вирусом птичьего гриппа. Обстановка на территории Лобинского района была непростая. Буквально за вот эти праздничные дни произошел падеж 12 лебедей. Практически каждый день по лебедю. Миграция их была с центральной России, потому что наших лебедей мы имели там где-то порядка пяти голов, еще с осени больше не было. То есть это перелетные лебеди, которые летели к нам сюда, чтобы перезимовать. Значит, по ситуации, значит, произведен отбор проб. Возможность была только взять от семи птиц материал. То есть тот, который подлежал исследованию. Значит, все семь проб отрицательные по птичьему гриппу. Специалисты управления ветеринарией говорят о нескольких причинах гибели лебедей. Молодые птицы сильно ослабли во время длительного перелета. Также большая вероятность падежа – неправильное питание. Много хлеба голодным птицам давать нельзя. Это приводит к несварению. В дальнейшем пернатые могут погибнуть. Мы консультировались и смотрим интернет, и читаем статейки профессоров. Ну, не должен лебедь дохнуть от того, что кормит хлебом. Но там где-то лебедь местный и спокойный, привыкший к этому хлебу. А тогда, когда птица голодная, уставшая, обессиленная и, как бы, по-русски сказать, хватает этот хлеб, что происходит? Происходит, забивается зоб, идут бородильные процессы, и, соответственно, она ослаблена, идет интоксикация. И лебедь может, конечно, произойти, погибнуть, падеж происходит. Поэтому, как бы, основная версия сегодня это. Ну, плюс еще, конечно, вот там, где среда обитания, где они у нас обитают, как мы его называем, район Котлована, да? Ну, сложно говорить о том, что чистая там вода, потому что чего-то там нет. Потому что при сборе вот этих падших лебедей, ну, там и дохлые кошки, и собачки, и там, по-моему, еще только там нет. Там все возможно, но версия, конечно, больше немножко на отравление. Там пять экземпляров этих лебедей вскрывали, где-то там к отравлению. А вот в двух-трех где-то забиты, забиты, потому что первые дни начали заваливать. Сегодня, как бы, ситуация устаканилась, уже пятый день, падежа там нет. Во время съемки сюжета мы насчитали 22 лебедя. Они грациозно плавали по водной глади, абсолютно не смущаясь камеры. Стоит отметить, что на берегу установлены таблички с просьбой не кормить птиц хлебом, а рядом коробка с зерном. Теперь рацион соответствует правильному питанию, отмечают специалисты ветуправления. Ситуация с птичьим гриппом по-прежнему остается напряженной, говорит Сергей Битсава. Ведь именно дикие птицы являются переносчиками вируса, который опасен и для человека. Поэтому сегодня, особенно тем, кто содержит в подворье птицы, нужно соблюдать определенные правила. Сегодня самая основная рекомендация, это, значит, прежде всего оградить птицу от контакта на водной глади. И позиция вторая – оградить птицу от контакта с синокропной птицей. Это с той птицей, с которой мы живем рядом, соседствуем. Это и наши воробьи, и синички, и вороны. То есть желательно, чтобы они были в помещении птицы. То, что сегодня проделалась работа по вакцинации этой птицы, да, действительно, у нас числится 180 тысяч поголовья птицы в частном секторе, привито где-то больше 260 тысяч птиц, и дополнительно прививался район птицезавода, на птичках, так сказать, еще дополнительно перепрививали, делали буферную зону. Но, опять же, это все относительно. Вакцина, как бы, заложена в этой вакцине, вирус H5N1, то есть он один. А существуют еще подтипы, типа А, есть еще подтипы, H7, H9, то есть она не 100% держит. И держит она тогда, когда есть хороший иммунитет, когда птица не ослаблена. То есть сегодня самое главное закрыться. Ну и, конечно, вакцинация, и, конечно, закупка птицы, там, где ее можно закупать в тех районах. Конечно, с ветеринарными документами, где есть отметка, что она вакцинирована, что район благополучный по заболеванию. При любых признаках заболевания птиц необходимо немедленно обращаться к специалистам ветеринарии. Только так можно узнать диагноз, а в случае выявления вируса не допустить его распространения, отмечает Сергей Бицава. Всегда обращаться к ветеринарным врачам, то ли это в поселениях у нас, у нас есть ветслужба везде, то ли это в управлении ветеринарией. Ну, пока-то таких тревожных звонков не было, о том, что пойдешь. Может, где-то и есть, люди молчат, но необходимо, как бы, обращаться к ветеринарам. От того, что сегодня даже мы выявим, мы можем бороться с этим заболеванием. Это наша работа. Наталья Тененко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба».